Книга пророка Иоиля. Глава 1. Слово Господа Иоилю, сыну Питуэла. Слушайте, старцы, внимайте все жители! Случалось ли такое на вашем веку и на веку ваших отцов? Детям своим расскажите, а они пусть расскажут своим, чтобы те передали потомкам. Рой за роем летит саранча. Что первый рой не сожрал, пожирают второй и третий, а что после них осталось, то пожирает четвертый. Проснитесь, пьяницы, плачьте, любители выпить стинайте, вина вам теперь не пить. В страну мою вторгся народ, бесчисленный и могучий. Его зубы словно у льва, челюсти как у львицы. Разорил он мой виноградник, сломал он мою смоковницу, кору ободрал да бросил, белыми стали ветви. Одевшись в дерюгу, плачь, словно молодая жена по мужу. В храме Господа прекратились жертвы хлебные возлияния, в скорби священники, служители Господа. Поля опустили, земля скорбит. Опустили поля, нет хлеба, виноградник завял, оливы погибли. Поникли крестьяне, виноделы стонут, где пшеница, где ячмень, пропал урожай. Поникла лоза, погибла смоковница. Гранат, пальма, яблоня, все деревья засохли. И не стало веселья людского. Оденьтесь в дерюгу, скорбите священники, стенайте служителей жертвенника. В дерюге спите, служители моего Бога. В храме у вас не стало ни хлебных жертв, ни возлияний. Пост объявите, оставьте работу. В храме Господа Бога вашего соберите старцев и всех жителей страны. Громко взывайте к Господу. О, этот день! День Господа близок! Он, всесильным неспосланный, как грабитель нагрянет. На глазах сгинул хлеб, и еды не стало. А в храме Бога нашего не стало веселья и радости. Семена напрасно были брошены в пашню. В житницах пусто, амбары рушатся, на нивах поникших нет урожая. Как жалобно скот ревет. Коровы бродят в поисках пастбищ. Возмездие настигло наших кос и овец. Тебя призываю, Господи! Пылают степные пастбища, все деревья огнем объяты. Дикие звери зовут тебя. Все потоки иссохли, пылают степные пастбища. Глава 2. Трубите в рог на Сионе и поднимите тревогу у меня на Святой горе. Все жители пусть трепещут. Пришел день Господень, он близок, день мрака и тьмы, день мглы и бури. То не лучи зари растекаются по горам, то народ несметный и мощный, каких не видали от века, каких уже не увидят грядущие поколения. Пред ним огонь всепожирающий, позади полыхает пламя. Перед его приходом земля, как эдемский сад, а после него пустыня. От него не спастись никому. На вид они, словно кони, летят, будто скакуны. Так по горным вершинам колесницы с грохотом мчатся, так трещит огонь, пожирая солому, так огромная войска ридами идет в сражение. Сжались в страхе пред ним народы, бледные от ужаса лица. На приступ идут, как ратники, как воины стены штурмуют. Зная место свое в строю, вперед продвигаются твердо. Не толкая друг друга и не ломая строя, под градом стрел наступают, ряды их несокрушимы. Они врываются в город, они бегут по стене, они проникают в дома, влезают в окна, как вор. Пред ними трепещет земля и дрожат небеса. Солнце с луною затмились, померкло сияние звезд. Голос Господа слышен. Это Он ведет свое войско. Его полчища неисчислимы, рати его несметны и слову его покорны. Велик день Господа! Страшен! Кто его переживет? Но и в этот миг Господь говорит «Вернитесь ко Мне всем сердцем, поститесь, плачьте, скорбите! Не одежды, сердца разорвите! Вернитесь Господу своему Богу! Он великодушен и милостив, терпелив и добросердечен, и бедствие рад отменить!» Кто знает, вдруг Он передумает, бедствие вновь отменит и благословит дарами, хлебной жертвой и возлиянием Господу вашему Богу. Трубите врок на Сионе, пост объявите, работу оставьте, соберите народ, созовите общину, стариков, детей и грудных младенцев. Пусть спальню жених покинет и брачный покой невеста. Меж храмом и жертвенником пусть священники плачут, пусть взывают служителей Господа. «Господи, пощади свой народ!» Своё достояние не выставляй на позор, на посмешище и на племенникам. Пусть не скажут народы «Где же Бог их?» Стало больно Господу за свою страну, он пожалел свой народ. Господь сказал своему народу «Смотрите, я вам посылаю зерно, молодое вино, посылаю масло олив, вы получите всё в избытке. Больше не выставлю вас иноплеменникам на поругание. А северного врага прочь от вас прогоню. По безлюдной пустыне рассею передовые отряды сброшу в Восточное море тех, что позади идут, в море западное. Смрад и зловоние пойдут от их трупов. Да, великое дело он сотворил. Не бойся, земля, ликуй, веселись, великое дело Господь сотворил. Не бойтесь, дикие звери, степные пастбища зелены. На деревьях висят плоды, смоковница и виноград богатый дают урожай. И вы, сыны Сиона, ликуйте и веселитесь о Господе вашем Боге. Осенний дождь вам во благо он дал. Он вам послал дождь осенний, ливень весенний, как прежде. На таку будет много зерна, переполнятся ямы вдовильнях, вином и маслом олив. Я вам возмещу урожай прошлых лет, сожранный саранчою, которую рой за роем, словно огромное войско, я посылал на вас. Будете досыто есть и славить имя Господне, имя вашего Бога, сотворившего для вас чудеса. Не будет покрыт позором мой народ никогда. Вы поймете, что я обитаю посреди народа Израиля, что я Господь ваш Бог, и кроме меня нет иных. Не будет покрыт позором мой народ никогда. А после наступит время, и свой дух я пролью на всех. Сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар, будут вещи и сны у старцев, у юношей будут видения. В те дни я пролью свой дух даже на рабов и рабынь, дам знамения на небе и на земле, кровь, огонь и столбы дыма. Солнце во тьму превратится, кровью станет луна, и придет день Господень, великий и страшный. И тогда каждый, кто воззовет к Господу, будет спасен. На горе Сион в Иерусалиме сохранится остаток жителей, как обещал Господь. Выживут те, кого Господь призовет. Глава третья. Скоро, в те дни и в то время, когда я верну благоденствие Иудеи и Иерусалиму, я соберу все народы в долину Иосафата и буду их там судить за то, как они поступили с моим народом, Израилем. Рассеяли его средь народов, а землю мою разделили. Людей моего народа они делили по жребию. Они продавали мальчика, чтоб заплатить блуднице. Они продавали девочку, чтоб купить и выпить вина. Что вам нужно от меня, Тир и Сидон, и вам, филистимские княжества? Хотите мне отомстить? Со мной поквитаться решили? Отплачу вам. И очень скоро. Вы разграбили мое серебро и золото, унесли мои сокровища к себе во дворцы. Иудеев и жители Иерусалима продавали вы грекам, лишая родины. Но оттуда, куда вы их продали, я верну их и вам отплачу. Сыновей ваших и дочерей я продам иудеям, а те продадут их далеким собейцам, говорит Господь. Клич средь народов бросьте, объявите военный поход. Созывайте на битву ратников, пусть в поход все воины выступят. Лемеха на мечи перекуйте, серпы перекуйте на копья. Пусть даже самый слабый почувствует себя героем. На помощь войска высылайте народы окрестных стран. Когда они там соберутся, не спошли своих воинов, Господи. Пускай же придут народы в долину Иосафата, там я сяду и буду судить народы окрестных стран. Берите серпы, урожай поспел, топчите гроздья, довильня полна, сок через край по делам злодеям. Ревут, ревут орды в долине приговора. Близок день, Господень, в долине приговора. Солнце с луною затмились, померкло сияние звезд. Львом рычит Господь на Сионе, из Иерусалима его голос раздался, дрожат небо и земля. Но для своего народа Господь будет прибежищем, оплотом для израильтян. Вы поймете, что я Господь, ваш Бог, на Сионе живущий, у себя на Святой горе. Иерусалим станет святыней, чужаки не войдут в него впредь. Времена такие наступят. С гор заструится вино, польется с холмов молоко, каждый овраг в Иудее будет полон водой. Из храма Господа ключ забьет, а Россия долину Шиттим. Египет станет пустыней, и безлюдной пустыней дом, ведь они залили Иудею невинной кровью. Но Иудея обитаема будет всегда, Иерусалим во веки веков. Отомщу за их кровь, не прощу. Господь живет на Сионе. Конец книги пророка Иоиля Конец книги пророка Иоиля